В военные годы на куйбышевских предприятиях было выпущено 27 тысяч штурмовиков Ил-2, две трети от тех, что были произведены в Советском Союзе в тот период. Летчики уничтожали немецкую пехоту и бронетехнику, приближая победу. Заводы, на которых выпускались легендарные Ил-2, строились в Куйбышеве в кратчайшие сроки. Рабочие, инженеры, конструкторы совершали невозможное. Тогда это был завод, который эвакуирован был из Киева. Так вот, они за 14 дней буквально здесь развернули оборудование и начали уже производство деталей для самолетов, аэродромов. В военные годы в Куйбышев было эвакуировано более полутора тысяч предприятий. Здесь выпускались минометы, комплектующие для боевой техники. Треть подшипников для авиации и бронетехники военных лет также произведена здесь. За этими цифрами подвиг людей, которые тогда стояли за станками и кульманами, которые могут увековечить. В марте вступил в силу инициированный президентом Владимиром Путиным закон о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Он дал поручение подготовить научно-историческое обоснование вклада Куйбышева в Великую Победу. Это необходимо для получения почетного статуса. Эксперты говорят, подвиг тех, кто в те годы трудился в Куйбышеве, неоспорим. Перевыполнение две нормы, это просто считалось нормой. То есть работать так тяжело, учитывая еще и при скудных пайках. Это только вызывает восхищение и преклонение перед теми людьми, которые могли при этом еще экономить деньги, чтобы сдавать на какие-то там эскадрильи танковые и самолетов. Сейчас продолжается сбор подписей за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Отдать свой голос можно на сайте samaradobles.rf. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.